Бисмиллахи рахмани рахим, альхамду лиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да, ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Если кто-то сделал вам добро, следует ли отблагодарить его? Нужно ли помнить о том, что он для вас сделал? Вопрос, казалось бы, простой, но важный. И к тому же, понятны далеко не все. В понимании его люди делятся на четыре группы. Три из них ошибаются, и лишь одна занимает правильную позицию. Первая группа – это те, которые полагают, что они никому, ничем не обязаны. Ни Всевышнему, ни людям. И они не видят ничьего добра. Такие люди худшие из всех. Вторая группа – это те, кто благодарен людям, сделавшим им добро, но забывает о том, кто создал и направил к ним этих людей, кто дал им силы и возможности совершить свой добрый поступок. Третья категория – это те, которые считают, что нужно быть благодарным только Аллаху, ибо все происходит не иначе, как по его соизволению. Все три указанной категории ошибаются в той или иной степени. Правы же четвертые. Которые рассуждают так. Прежде всего, человек должен быть благодарен за приобретенные блага Всевышнему Аллаху, ибо все происходит по его воле, мудрости и милости. Однако при этом следует проявить благодарность и к тем людям, через которых Аллах пожелал послать тот или иной дар. Да, люди всего лишь проводники тех милостей, которые посылает тебе Создатель. Однако Аллах по своей мудрости избрал их в качестве причины прихода к тебе благодати. И Он желает, чтобы ты поблагодарил их. Да, таким должен быть мусульманин. Он благодарен Аллаху, а потом тем людям, которые проявили к нему доброту. Он стремится воздать им за совершенный ими поступок ответным добрым поступком. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Ля ешкуру Аллаха, мэн ля ешкуру нас». «Не благодарен Аллаху тот, кто не благодарен людям». В самом деле человек натурой и обыкновением которого является неблагодарность людям, которые сделали ему добро, как правило, не благодарит и Аллаха. Аллах связал благодарность ему с благодарностью людям. И он не принимает от человека благодарности ему, если тот не благодарит людей за их добро. В одной из наших прошлых бесед мы говорили с вами о том, что благодарность Аллаху должна выражаться не только в словах, но и в подчинении его приказам. Аллах приказывает благодарить людей за сделанное ими добро. И если ты не сделаешь этого, значит, не подчинишься приказу Аллаха, а значит, не проявишь подлинной благодарности ему. Пророк, саллаллаху алейкум, также сказал, «Ман уутия атаан фаваджад фаль яджзиби, фаиллям яджид фальюсни бихи, фаман асна бихи фақад шакара, ва ман катамаху фақад кафара». Кто получает нечто в дар и при этом имеет средства, пусть воздаст за него. А у кого нет средств, пусть отзовется о совершенном добре похвалой. И кто произнесет слова похвалы, тот проявит благодарность. А кто скроет сделанное ему добро, тот выкажет неблагодарность. То есть, если кто-то преподнес тебе нечто, или сделал тебе добро, и при этом ты располагаешь имуществом, материальными возможностями, то отплати человеку за его добро. Если уж у тебя нет таких возможностей, тогда похвали его. Похвали того, от кого ты увидел доброе к себе отношение, и отзовись о нем хорошо, и тем самым ты выразишь благодарность ему. И не скрывай сделанного тебе добра. Ибо в таком случае ты окажешься неблагодарным. А в другой раз пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Кто сделал вам добро, того вознаградите». Если же у вас нет того, чем вы можете вознаградить этого человека, то помолитесь за него и произнесите мольбу за него. Произносите мольбу за него до тех пор, пока не почувствуете, что вы отплатили ему за его добро. Если люди будут поступать таким образом, то это поможет им быть сплоченными и любить друг друга. Кроме того, человек, сделавший тебе добро, он всего лишь человек, подобный тебе. И подобно тебе он нуждается в проявлении к нему доброты. Так сделай же это. И лучшим примером в этом был наш пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Он всегда благодарил людей за совершенное ими благо. И делал это и словами, и делами. Так, во время битвы при Бадре, когда верующие одержали первую победу над своими злейшими врагами, язычниками Мекки, и часть из них была взята в плен, в этот день пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, если бы Мот-Аимбн-Ади был жив и обратился ко мне с просьбой отпустить этих дурно пахнущих людей, то я отпустил бы их на все четыре стороны ради него. Почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес эти слова? И кто такой Мот-Аимбн-Ади? Это человек, который в трудную для пророка, саллаллаху алейкумсалям, минуту оказал ему помощь. Оказал ему помощь, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся из Таифа в Мекку. Мот-Аимбн-Ади вместе со своими сыновьями предоставил ему свою защиту. Проводил его до самого дома и не дал многобожникам причинить ему вред. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по прошествии долгого времени не забыл об этом. И отозвался похвалой о человеке, который сделал ему добро. Если ты не можешь отблагодарить человека делом, то отблагодари его словом. Пророк, саллаллаху алейкумсалям, сказал, Если кому-то сделают добро, и он скажет совершившему его, да воздаст тебе Аллах благом, то тем самым он наиболее полно выразит ему свою признательность. То есть, произнеся такую молитву, Джазак Аллаху хаиран, да воздаст тебе Аллах благом, ты тем самым признаешь свою неспособность воздать человеку, как положено, и припоручаешь сделать это Аллаху, о воздаянии Аллаха, конечно же, полнее и лучше. Если скованы твои руки, то дай волю уста. И пусть они выскажут щедро слова благодарности. Хорошие пожелания и молитвы. А вы, уважаемые зрители, знаете о том, что пророк, да благословитый Аллах и приветствует, был изгнан из своего родного города Мекки. Изгнан из Мекки за то, что призывал людей отказаться от унаследованного ими, от отцов, обычая, поклоняться и взывать с мольбами не только к Создателю, но и ко всякого рода ложным божествам. Пророк и его сподвижники были вынуждены покинуть Мекку, когда это случилось, их пригласили к себе жители Медины, которые приняли ислам и оказали пророку, да благословитый Аллах и приветствует, всяческую поддержку. Мусульмане Медины получили название ансары, то есть помощники, а прибывшие к ним мусульмане Мекки были названы мухаджирами, то есть переселившимися. Так вот, когда пророк, саллаллаху алейкум ассалям, прибыл в Медину, через какое-то время к нему пришли мухаджиры и сказали, о посланник Аллаха, мы не видели людей, которые также жертвовали бы для нас имуществом, когда их у него много, и также оказывали сочувствие и помощь, когда у них имущества мало, как эти люди. Как эти люди, среди которых мы поселились, они избавили нас от трудов, связанных с обустройством на новом месте, то есть строительством домов, посадкой садов и так далее. Они поделились с нами половиной урожая со своих плантаций. И теперь мы боимся. Мы боимся, что им достанутся все награды Аллаха из-за той огромной доброты, которую они нам оказали. И на это пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, ответил, «Ла ма даутуму Аллаха лавум, ва снаитум алейх». Нет. Вы не останетесь без награды, если будете молиться за них и хорошо отзываться о них. То есть ансары не заберут себе все награды Всевышнего, потому что милость и щедрость Аллаха велики, дары его неисчислимы, но вам, чтобы проявить благодарность этим людям, надлежит молиться за них и хвалить их, произнося слова признательности. Неблагодарность людям, сделавшим тебе добро, это великий грех. Из-за него Всевышний угрожает адским огнем. Однажды пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, обратился к женщинам с такими словами. «Я ма'шаран-нисак, тасаддакн, фаинни раитукунна аксара аглиннаш». О, женщины, давайте чаще милостыню и побольше просите у Аллаха прощения, потому что я увидел, что вы составляете большинство обитателей ада. Тогда одна умная женщина задала вопрос. О, посланник Аллаха, а почему мы составляем большинство обитателей ада? И пророк, саллаллаху алейху салям, ответил ей, «Туксир на ля'ан, ватакфур на ля'шир». Потому что вы часто произносите проклятие и бываете неблагодарны вашим мужьям. Как-то раз Умар ибн-аль-Хаттаб, праведный халиф, исподвижник, распределял между женщинами Медины шелковую одежду. И вот, когда осталось одно хорошее одеяние, Умар стал думать, кому его отдать. Тут один из присутствовавших сказал ему, повелитель правоверных, «Отдай это одеяние внучки посланника Аллаха, то есть дочери Фатыми, ум кульсу. То есть отдай женщине, на которой сам Умар ибн-аль-Хаттаб был женат». Умар был женат на внучке посланника Аллаха, дочери Фатыми. Однако Умар сказал ему, «Ом Сулейт». «Ом Сулейт» – это женщина из числа ансаров, она имеет на это больше права, потому что она поила нас водой из принесенных ее бурдюков в день битвы при Ухуде. Однажды к халифу Аль-Васику вошел человек, который был его воспитателем и учителем в детстве. Халиф оказал ему великие почести, отнесся к нему с особенным уважением и благочестием. И увидев это, люди сказали, «О, повелитель правоверных, кто этот человек, с которым ты так обошелся?» И халиф ответил, «Это тот, кто впервые научил мои уста поминать Аллаха и приблизил меня к милости Всевышнего». Как-то раз к Ибн Аббасу, двоюродному брату нашего пророка, саллаллаху алейкумсалям, когда он находился в Басри, приехал Абу Айюб Алямсари. Тот самый Абу Айюб, который принял пророка, да благословит его Аллах и приветствует в своем доме, когда он переехал в Медину из Мекки. Ибн Аббас сразу освободил для Абу Айюба свой дом и сказал, «Я поступлю с тобой так, как ты в свое время поступил с посланником Аллаха. Сколько у тебя долгов?» Абу Айюб сказал «20 тысяч». И тогда Ибн Аббас дал ему 40 тысяч денег и 20 слуг и всю домашнюю утварь. А известный праведник Ибн Аббас и Ибн Асбад умирая сказал людям, которые находились подле него, «Когда я умру, пусть в числе тех, кто будет омывать меня, будет Исмаил нудай». Люди, услышав эти слова, удивились, сказали, «Почему ты принял такое решение? Ведь этот человек, он не из твоего окружения». И тогда Ибн Асбад объяснил им, он сказал, «Однажды, когда я вошел в баню, этот человек проявил заботу обо мне, а я не отблагодарил его. Я знаю, что ему очень бы хотелось быть в числе тех, кто омоет меня. И пусть это будет моей благодарностью ему». Отвечать на добро благодарностью нужно всем. Всем, даже нечестивцу и грешнику. Всевышний сказал, «Есть ли воздаяние за добро, кроме добра?» Сын Алибин Абуталиба, Мухаммад Ибн Аль-Ханафия сказал, «Эти слова Всевышнего касаются всех, и благочестивых, и грешников». То есть и грешник, сделавший тебе добро, имеет право на твою благодарность. Великому ученому имаму Саиду Ибн Джубейру задали как-то раз такой вопрос, «Если огнепоклонник поступит со мной хорошо, нужно ли мне отблагодарить его?» «Нужно», ответил Саид. Необходимо от сердца благодарить людей, не только за полученную от них пользу, но даже просто за их переживания о тебе, за их готовность помочь. Однако человеку, который делает добро окружающим, следует делать это не ради людской благодарности и похвалы, а ради Всевышнего Аллаха. И ждать благодарности не от людей, а от Создателя. Поистине Он благодарный, всезнающий. Да счастливит нас Аллах, введя нас в число Его благодарных рабов, которых поистине, поистине совсем немного. Аллах, السلام عليكم و рахмату Аллах. Субтитры Аллаху Аллаху Продолжение следует...